Следующий наш эксперт – это директор по работе с ключевыми продажами 1S Bittrex. Он расскажет о маркетинговых инструментах Bittrex 24 и, собственно, как вообще Bittrex 24 помогает продавать. Добрый день. Меня зовут Артем. Я работаю в Bittrex по работе с ключевыми клиентами, с нашими наиболее крупными компаниями, заказчиками, которым мы предлагаем наши продукты. На самом деле в качестве вступления есть много компаний, с кем мы работаем, с кем мы раньше взаимодействовали, кто давно выбрал платформу. Есть те, которые смотрят постоянно и говорят, ну вот там у вас сейчас портал, нет у вас задач. Потом задачи появились, у вас нет документов. У вас там этого нет. Появилось CRM. Нет, CRM у вас что-то только для B2B. Нет, не хватает маркетинга. Нет, давайте сейчас CRM у вас нельзя создать, нельзя обрабатывать коммуникации с клиентами. Сейчас говорят, нельзя ваш CRM интеграцию с магазином сделать нормальную. Да-да-да. Каждый раз продукт развивается. Те, кто выбрал, уже давно работают с продуктом, уже получают себе преимущества. Те, кто вот так долго думает, каждый раз себя лишает инструмент автоматизации. Сегодня поговорю об одной идее. У нас сегодня Bittrex идея, мы делимся с вами какими-то идеями про маркетинг. Как маркетинг позволяет улучшить ситуацию в компании с продажами. Почему это на самом деле важно. На самом деле классическая ситуация. Нет сейчас легких путей по привлечению трафика. Казалось бы, вложим деньги, накупим трафик, конвертируем его и как-то это у нас растет. Выберем площадку, проанализируем, соберем статистику. На самом деле все не так просто. Конкуренция огромная. В SMB конкуренция возрастает с каждым днем. Даже вот если посмотрим на классические бизнесы, где все меряется, интернет-магазины, мы видим, что трафик не равно продаже. То есть недостаточно привлечь трафик, недостаточно его просто купить. Даже вот 77% покупателей, кто пришел вроде на сайт, он пришел по целевому запросу, но он бросает неоформленную корзину. То есть он не совершает заказ. Паттерн современного покупателя фактически на сегодня лишился спонтанных покупок. Вы сами по себе посмотрите, как вы покупаете. То есть мы редко так вот заходим, увидели что-то и тут же купили, положили. Много шагов, требуется взвешенное решение, требуется обдумать, посмотреть на других, почитать обзоры, отзывы. И аналитики опять же говорят, на 12% число кликов до покупки уже увеличилось, а этот показатель растет. То есть трафик, привлеченный один раз, он уходит. И это происходит не только в бизнесах, которые чисто онлайновые, интернет-магазины. Любой сейчас бизнес коммуницирует с клиентами онлайн. То есть в мессенджерах, на сайте, на лендингах. И в принципе мы можем говорить о таком понятии, как упущенной сделке. Упущенная сделка, когда трафик, приведенный на сайт, он легко уходит, и мы не получаем с него каких-то дивидендов. Поэтому очень важно. И трафик на самом деле дорожает. Дорожает все больше и больше. И тем не менее, мы знаем с вами истории с маркетплейсами, как Яндекс идет в маркетплейс, как NVIDIA пошел в маркетплейс, запустив Goods.ru. Потому что трафик дорогой. Привлекать очень дорого. А ты привлекаешь трафик с Яндекса, Яндекс еще конкурирует с тобой путем создания своего маркетплейса. И 26% компаний признаются, что не могут качественно обрабатывать уже оплаченный трафик. А каждые 6% признаются, что вообще не могут получить нужный трафик, даже понимая, что деньги у них на это есть. Они могут это купить, запланированные затраты. Поэтому современная CRM – это и продажи усилия, и усилия по маркетингу. Почему это важно? Одна исследовательская компания, IT-компания провела исследование, как влияет автоматизация продаж и маркетинга на результаты. Прибыль растет на 27%, удержание улучшает существующих клиентов платных на 36%, и на 38% увеличивается количество выигранных сделок. Вроде как бы цифры очевидны, игра как бы стоит свеч. Не согласитесь ли. Вообще какая роль у маркетинга в этом? Есть там продажи, баронки, директора продажам, которые работают. На самом деле все очень просто. У современного маркетинга две основные задачи. Кроме обычного обывателя, что такое маркетинг? Это большие бейлборды на шоссе, на трассах, это медийная реклама. Это тоже да. Но все-таки у современного маркетинга и тех маркетингов, которые работают с онлайном, две задачи. Это привлечение новых клиентов, то есть сделать поток лидов. Чем качественный он, тем лучше. И второе – это удержание существующих клиентов, то есть повторная продажа. Собственно, для этого и работает и маркетинг, и Bittrex 24. Есть три простых шага, которые позволяют это обеспечить. Первый шаг – сделать лидогенерацию. Второй шаг – подключить каналы коммуникации к нашей CRM и вообще к клиентам. И третий шаг – это настроить воронки и автоматизировать движение лидов по воронкам. Давайте начнем с лидогенерации. Лендинг-сайт. Можно лендинг, можно сайт. Можно, как вы узнали, сегодня уже интернет-магазин, который нам будет являться посадочной страницей прямо из CRM. Возможности вы сегодня уже посмотрели. Еще раз обращу внимание, для бизнеса большое преимущество имеет наличие шаблонов. То, что позволяет стартовать быстрее. Сегодня мы увидели в презентации, что число шаблонов еще было увеличено. И на сегодня фактически достаточно для того, чтобы в каждом отраслевом направлении получить быстро какой-то посадочный лейдинг или посадочный интернет-магазин. Простой конструктор сайтов. Раньше мы даже когда продавали управление сайтом, продукт Bittrex управления сайтом, мы не мечтали даже о таких возможностях инлайн-редактирования, о таких простых возможностях интерфейса, которые сейчас доступны в Bittrex 24. Сейчас мы пойдем к клиентам. Адаптация под мобильные устройства, готовность к SEO, хостинг, сайт как часть CRM и, естественно, интеграция с лидами и контактами. То есть все участники, весь трафик, который заходит на сайт, он автоматически попадает в CRM и создается там в нужных местах. Сам сайт это окей, но сам сайт не сможет продавать всегда и только за вас. Конечно, клиенты будут захотеть обращаться с вами, обращаться по каналам коммуникации, захотят поговорить. Это нужно обеспечить. Откуда они будут обращаться? Как вообще? Ну, конечно, вообще сегодня мы объединили. Как вы увидели в презентации, появился контакт-центр. Телефонию мы закрывали достаточно давно. Почта — отдельный продукт, отдельные возможности по интеграции почтовых коммуникаций и заведению CRM, и связи с задачами. Но очень многие сегодня предпочитают общаться онлайн. Я буквально недавно тоже записывался на установку аксессуаров автомобиль, и мне удобнее было сделать через мессенджер. Я написал WhatsApp, нашел мобильный номер телефона на сайте и просто написал WhatsApp. То есть получил ответ через какое-то время. И для меня такой формат намного более удобен, и подтверждают это другие участники рынка. Открытые линии. Еще раз возможность, которая есть в Bitrix24. Популярные мессенджеры социальной сети. Все обращения клиентов зафиксированы в CRM и автоматически обрабатываются менеджерами. Клиенты работают в том канале, который им предпочтителен. Я писал WhatsApp, кто-то пишет Telegram. Ну вот WhatsApp, да, сейчас проблема его не подключить ввиду отсутствия API. Ну, с ним можно работать тогда отдельно. И клиенты будут получать ответы в том канале коммуникации, к которым они обратились, а менеджеры работают в том окне, где они работают в Bitrix24. Ну, наверное, не буду сейчас в видеоролик долго останавливаться. Понятно, да, то есть набор каналов, по которым приходит коммуникация, это мессенджеры и единый интерфейс, где отвечают менеджеры. Идем дальше. Собственно, шаг третий. Настраиваем воронку. Автоматизируем. Почему вообще важна автоматизация воронки? Почему нельзя просто сделать сделки, передвигать по ним? Даже по тем сферам, которые отслеживаются статистикой, мы видим, что автоматизация брошенных корзин приводит к существенному увеличению конверсии. То есть в течение одного часа напоминание о брошенной корзине дает достаточно существенный прирост конверсии. И понятно, что вручную, ну, такую быструю реакцию обеспечит достаточно тяжело. Поэтому тут только автоматически, ну, и не то, что тяжело даже, и затруднительно. То есть сколько нужно усилий менеджеров, чтобы вовремя это делать. И на самом деле автоматизация – это хорошая точка роста. Многие компании видят в ней некоторую серебряную пулю. Да, как можно отстроить свой бизнес от конкурентов, как повысить качество сервиса, как выстроить повторные продажи и так далее. Только 25% опять же по исследованиям компаний в среднего и малого бизнеса внедряют CRM. То есть одна четверть всего лишь. Но только 11 из них, 11% занимаются автоматизацией воронки. То есть теми вот функциями, которые мы здесь предлагаем. Поэтому здесь на самом деле может быть хороший момент, куда приложить усилия, где можно получить дополнительный выигрыш. Роль у нас продавца – настроить стадии воронки продаж. А вот задача директора по маркетингу – это уже усилить касание компании с вашими клиентами на каждом этапе вот этой построенной воронки продаж. И здесь очень хорошо работают, конечно же, инструменты B324 – это роботы. Роботы. Еще есть, знаете, триггеры у нас в CRM, которые срабатывают автоматически по наступлению каких-то событий. Но роботы, примененные к стадиям сделки, позволяют выполнять постановку задач продавцам, считывая от них каких-то данных, запросов, отслеживание их эффективности. Все задачи, поставленные продавцу, будут фиксировать в своем личном показателе эффективности. Для связи клиентов с клиентами роботы могут отправить сообщения, роботы могут отправить письмо и другие инструменты. Ну и, конечно же, для автоматизации постановки рекламы. Ну и отключение ее, соответственно, когда сделка произошла. Краткий видеоролик про роботы демонстрирует стадии сделки. И, как видите, на каждой стадии у нас запланированы те или иные операции. Робот ставит рекламу ВКонтакте, дает задание ответственному, отправляет письмо, создает на основании тот или иной документ. И это происходит автоматически. И самое главное, напоминает менеджеру, Сергей сегодня об этом говорил, что делать дальше. Это большая функция CRM, такая систематизирующая и помогающая работать людям. Ну что ж, мы с вами собрали достаточное количество лидов. Собрали самое ценное в компании, что уже есть. Это клиентская база. Ну все, теперь включаем CRM-маркетинг, начинаем работать. CRM-маркетинг нужен для повышения конверсии в продаже, для повышения повторных продаж и для увеличения лояльности клиентов. Первое, чего начинается CRM-маркетинг, это сегментация. Невозможно какие-то операции выполнять с огромной клиентской базой, рассматривая ее как один неделимый объект. Поэтому очень хороший инструмент. Многие наши клиенты, крупные клиенты, начали смотреть на нашу CRM именно с появления маркетинга в релизе B2X24 Tokyo. В прошлом релизе. Да, мы приходили много раз, говорили, у нас есть CRM, да, она уже готова для работы с B2C, не только B2B. Но они говорят, ну что делать, да, у нас другие инструменты, нам нужно работать с ними, нужно выбирать, нам нужно давать какие-то индивидуальные предложения клиентам. И это начинается с маркетинга. Что есть? Динамические сегменты. То есть выбрали людей, но они могут пополняться со временем, потому что это как бы некоторый запрос. Статические сегменты, допустим, какая-то база VIP клиентов, которым особо дорогих, которым нужно работать индивидуально. Готовые предустановленные пресеты, исключения черной списки, все это есть уже в продукте. Плюс есть возможности для партнеров расширять возможность сегментации. Кратко, как это выглядит. Сегменты, создание нового сегмента. Мы старались интерфейс сделать достаточно простым, потому что вообще в большой компании сегментов очень много. Один из наших клиентов, очень крупных, показывали нам свое устройство маркетинга. У них 150, по-моему, триггерных рассылок, я помню, по всем сущностям, по интернет-магазину и прочим. И порядка двух сотен сегментов. То есть очень много, и они к каждому работают индивидуально. Поэтому опираться достаточно часто, и мы здесь эти действия хорошо автоматизировали. Можно выбрать сегмент покупателей, готовый, создать новый или залить свой сегмент. Кстати, можно залить контакты сразу в сегмент, если у вас какая-то база уже есть. Но и более частое применение настроенного сегмента, это, конечно, email-маркетинг. Об этом тоже сегодня уже говорили. Рассылка сообщений. Но, кроме этого, нужно мыслить как бы мультиканально, не останавливаться только на email и использовать другие инструменты. Отправка письма. Дальше. Ну, по письму, если кто не был на прошлом релизе Tokyo, есть готовые шаблоны, есть инструмент автоматизации, есть, конечно же, отчетность по рассылкам. То, что просили нас все клиенты, и то, без чего, наверное, маркетинг немыслимый. То есть сколько прочитала, какие были целевые действия, и даже карту кликов показывали из письма, как люди переходят из этой рассылки и совершают ли они эти действия. Время прочтения и так далее. Очень важный инструмент. Но кроме email, конечно, только треть, видите, занимает email сейчас в общем списке каналов коммуникации. Все больше людей переходит на мессенджеры. Поэтому открытые линии, смс-рассылки тоже обязательно нужно использовать. И вот хороший кейс с напоминанием о записи на прием, напоминание о необходимости залить какие-то данные, отправить. Голосовой обзвон. У нас есть клиенты реально крупные, которые начали это использовать. Автоматизируют приглашение на мероприятие. Мы сами используем голосовой обзвон. Возможно, вы сами получали уведомления. Шаблоны, сообщения, расписания – это доступно из коробки. Ну и, конечно, проактивный маркетинг позволяет лучше влиять на клиентов через рекламу. Можно поставить рекламу клиенту через социальные сети, через рекламные площадки, вовремя ее снять, чтобы экономить рекламный бюджет. В случае, если клиент уже приобрел товар, и зачем тогда ему нужна больше. А то, знаете, покупал машину летом, и до сих пор у меня реклама ходит. Вот уже полгода прошло, она ходит, ходит, ходит за мной. Это та же машина. Новые скидки там у них, новые предложения уже начинают нервировать, раздражать. Ну вот они постоянно мне отправили, хотя я уже на самом деле это все купил. Причем от того же самого дилера, что очень неприятно. Так, показываем рекламу, опять же, выбранным сегментом. Можно индивидуально людям, можно какому-то сегменту. Ну и некоторый скриншот, как это выглядит. То есть получатель рекламы, рекламный бюджет, аудитории и как будет выглядеть объявление на рекламной площадке, которую мы здесь рекламируемся. Ну что ж, давайте подводить итоги. Мы получили сегментирование клиентской базы, автоматизировали воронку с помощью триггеров и роботов. Сегодня роботы появились в задачах. Вы знаете, да, это еще один способ дополнительной автоматизации, которая также может относиться к CRM. Заполнили рассылки, подключили каналы коммуникации взаимодействия с клиентами, сделали сайт, лендинг и интернет-магазин на сегодня и повысили конверсию, повторная продажа за счет более частых и правильных касаний с клиентами на этапах воронки сделки. Все это работает в рамках одного продукта и это очень круто. Очень многие компании, я сам работаю больше с компаниями, средними, крупными компаниями, затрудняются делать интеграции. Очень сложная интеграция, очень большие объемы данных, очень много ошибок. И когда это единый продукт, это вот может быть очень здорово. Поэтому ждем также выхода релиза и будем предлагать его нашим клиентам. Обязательно тоже посмотрите. Ну что ж, спасибо за внимание. На этом у меня все. Спасибо большое. Если у вас есть вопросы, можете прямо сейчас из зала задать, потому что это последний доклад перед обедом. Пожалуйста, коллеги. Здравствуйте. Добрый день. Андрей Кухарский, группа компании Rolf. Скажите, пожалуйста, вот у вас на слайдах всегда мелькал Google, Яндекс. Есть ли интеграция уже с Директом, с Этвордсом, с метрикой, аналитикой? Насколько я знаю, с Яндексом интеграция достаточно давно существует. С Google, насколько я помню, тоже есть. Она не выходила сразу в первом релизе после Яндекса, но, по-моему, она добавлена была. Просто ваши партнеры почему-то об этом крупные даже, не знаю. Да. Ну подойдите, мы поговорим с вами отдельно. Хорошо, спасибо. Хорошо. Еще вопросик на месте. Коллеги, по интернет-магазину давайте дождемся секции, которая отдельная, продукт новый, да, поэтому лучше вопросы туда сгруппировать. Да, пока что только по инструментам серого маркета. Дим, вот справа там есть вопрос еще. Здравствуйте, спасибо за выступление. Спасибо. Вопрос. Мы как рекламное агентство ведем клиентов, да, естественно, у нас прямые договора с таргет-мейл, с ВКонтакте и так далее. Если мы какого-то из клиентов подключаем в вашу систему и, соответственно, в таком случае как будут настраиваться эти компании? Вы подключаете в ту же компанию, что ведете клиент. То есть вы учетная запись рекламной кампании подключаете в Bittrex24. То есть вы можете работать с той рекламной кампанией, которой вы там работаете. Да, но бюджет мы также заносим в таргет ВКонтакте напрямую. Мы очень ждем сквозной аналитики, которой сказал Сергей. Это более комплексное решение, оно уже будет централизованным. Можно вот все посмотреть. Друзья, еще будет вопрос у вас? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.